Длинная одежда. Так, ну это картинка знакомая, да, более. Так, Гамину хороша игра противоположностей. Сочетание длинного века, короткого, низа. Смотрите, я предлагаю, это предложено Ларсен как один из вариантов. Так и пишите. Один из вариантов, который предложил Ларсен в своей книге, это, например, сочетание противоположных длин, сочетание длинного верха и короткого, низа, длинного низа и укороченного топа. То есть у клиента, если вы сами посмотрите рисунок Ларсен в книге во второй с макияжем, там есть рисунки в одежде. Посмотрите, там короткая юбка с коротким топом. Если что, чтобы вы понимали, что не надо буквально воспринимать это как единственный способ сочетания. Смотрите обязательно, что это предложено как один из примеров. Суть в динамике, она может проявляться через противопоставление, через разделение, через детали. И это один из частных случаев, как эту динамику усилить. Вот это очень важный момент, потому что если мы подаем частный случай вот этого свойства, как обязательную характеристику, мы клиента загоняем вообще в угол. Он должен только так и всё. Очень важный момент. Кто меня услышал, что самое главное для Гамина задать это движение, эту динамику, и это может быть как через разбитый силуэт, в частный случай, противопоставление длин, включение деталей, включение принтов. Это всё вышеперечисленное. Это способы. Задача, достижение задачи, которую озвучила выше. Поставьте единичку, если вы глубоко и серьёзно это прочувствовали, и я могу быть спокойна, потому что в частный случай никогда не должен превращаться в одну единственную рекомендацию, которую клиент потом выучит наизусть и будет вам цитировать как, так сказать, как единственный способ жить и работать. Единичку поставьте, чтобы я не путала с предыдущими нашими комментариями. Хорошо. Благодарю вас, девчонки. Дальше. Ну, картинка знакомая. Обращаю ваше внимание на то, о чем я говорила. Есть короткая юбка. Есть короткие брюки. Есть короткий жакет и длинный жакет. Помните, я придиралась там к фразе «длинные-длинные». Это у драматика удлинены рукава, удлинены брюки, удлинен жакет, удлинена юбка. У натурала всё есть. И нету каких-то специальных чётких критериев, что только длинная одеться с ногу. Нет. Смешанные доминанты. Окей. Так. Сумки. И здесь снова мне требуется вводный текст, о котором мы говорили. Если это сразу сумки для смешанной доминанты, будьте добры, напишите. Я собрала для тебя коллекцию лучших примеров сумок, идеально соответствующие твоим смешанным доминантам. Ура! И всё. Клиент пошёл сразу искать нужные сумки. Обувь. Тоже комментарий. Виды одежды. Жакет. И снова у меня пожелание определиться. Либо мы в одной книге используем и раскрываем диапазон. И если уж мы начали знакомить клиента с диапазонами, начиная с силуэтов гамины и, вернее сказать, с элементами и приёмами в создании образа гамина и силуэтами и приёмами в создании образа натурала. Раз уж мы с этого начали, то в идеале бы выдержать это как тренд. Либо, либо, либо сразу же. Только вишенку на торте. Да, с доминантой фигуры, с драматической доминантой, короткой выглядят либо будто одежда сил, либо я как школьница. Ну вот, девчонки, вам отклик от представительницы доминантой драматической фигуры от Анны. Это тоже очень ценно. Спасибо, что вы делитесь, потому что никто другой, кроме реальных живых героинь, представительницы этих доминантов, наверное, точнее не скажет. Принято. Едем дальше. Виды жакетов. Допустим. И здесь тоже. Можно сослаться на ту главу. Помнишь, в самом начале лукбука мы с тобой учились смешивать гаминные признаки в одежде и натуральные. Вот здесь я уже для тебя специально отобрала примеры таких смешений. И посмотри, что из этого получилось. И расшифровка по каждой модели. Брюки, джинсы. Брюки прямые или зауженные. Не должно быть слишком объемными и мешковатыми. При полноте верхней части тела важно подчеркнуть свою деликатность, костность, структуру и стройность ног. Ткань должна держать форму, не провисать. Накладки кармана, лампа, сумеренная изотеризация. Так, так, выигрышные укороченные брюки. Так, пойдет туда-туда-туда. Ладно. Так, блузы. Свободный крой, меритная детализация. Ладно, карманы крупные. Ну, понятно, да. То есть пожелания, да, по главам, по этим я уже высказала, да. То есть нужно больше объяснять клиенту, что мы сейчас делаем. Представьте, что вы ведете его на экскурсию. Идея, да, вот в галерее образов вы его ведете за руку. И как грамотный экскурсовод, подходя от одного манекена к другому, вы подходите и говорите, а вот сейчас перед нами открывается зал, в котором мы будем с тобой рассматривать примеры платья. Платья бывают такие, такие, такие-то. В данном случае видим то-то, то-то, то-то и так далее. Да, вот это будет, ну, как сказать, это даст возможность тексту очень хорошо зайти, и в нем фактически он не заметит, как сам поймет и выучит то, о чем вы ему рассказали. Вот здесь как раз, еще раз, уместно переадресовать в самое начало, сказать, давай вспомним, что могут использоваться у гамина любые силуэты, а у натурала скорее прямой, да, с некими плюс-минус модификациями, да. В твоем случае, можно сказать, талия выражена там, да, там более сильно. Помните, да, как мы с вами там в самом начале эту фразу обсуждали, да. Поэтому ты можешь использовать и такие, и такие, и такие-то силуэты. Поэтому обрати внимание на следующие примеры. То есть не забывайте делать мостик от особенностей клиента к примерам. Почему именно данные примеры здесь? Потому что они учитывают особенности фигуры, там, да, 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 да. Юбки. Ну, то есть так-то мне все нравится. Примеры интересные, все хорошо, да. Просто хочется чуть больше вот этих вот фраз, связок, которые будут давать понимание, на что обратить внимание, как это воспринять, над чем поставить акцент. Купальники. При полноте груди не стоит усиливать этот эффект и надевать верх с валанами, создающими дополнительный объем и не стоит акцент внимания смещать на топ. Акцентом на топе может быть активный принт или детализация.